Мои хорошие, всем большой привет! Добро пожаловать в новый влог! Недавно Викушка отвела детский садик, сейчас хочу быстренько попить кофе и буду потихонечку собираться, краситься. Хочу съездить в паркхаус, именно в Ашан, зайти посмотреть там украшения новогодние. Также хочу зайти в детский мир, посмотреть Вике штаны теплые на зиму, потому что прошлогодние ей коротковаты. И в Rich Family в этот раз я там их не нашла нужного размера, поэтому хочу вот посмотреть. И еще мне надо обувь для себя посмотреть, какую-нибудь зимнюю, теплую, потому что у нас уже снег выпал и надо как бы утепляться. Поэтому, конечно же, возьму вас с собой, в Ашане что-нибудь интересненькое поснимаю, поэтому приятного просмотра. Посмотрите, какая у нас красота за окном. Пришла красавица зима, укутала все снегом, речка тоже вся в снегу, хотя на днях была просто во льду. Теперь вот такое все белое, красивое. У меня лично уже во все новогоднее настроение. Не знаю, как у вас, а мне хочется уже наряжать елку, наряжать квартиру и вообще кушать мандарины беспрерывно. Так, ну что, я уже начала потихонечку собираться в магазин. Макияж делаю максимально простой, на него у меня уходит минут 5-7. Сначала наношу тон, иногда закрепляю его пудрой. Несмотря на то, что у меня татуаж, я слегка подкрашиваю брови тенями от Диваж. Затем делаю легкий контуринг, наношу румяна, хайлайтер по настроению. Тени использую крайне редко, сегодня вот выделила складку века, чтобы глаза были чуть поярче. Обязательно использую тушь и карандаш для губ от Vivienne Sabo в 102 оттенке. Сначала выделяю контур, затем заполняю губы помадой от Seventeen в 0,3 оттенке. Вот и все, мой макияж готов. Сейчас, кстати, вспомнила, что обещала дать вам отзыв на свой новый фен от Philips. Девчонки классный, вообще очень понравился. Здесь, в общем-то, все как обычно, наверное, две скорости работы. Воздух холодный, теплый, горячий. И есть отдельная кнопка для включения холодного воздуха. Несмотря на то, что фен достаточно большой, он не тяжелый, то есть комфортно его держать в руке. Очень понравился, поэтому смело можете брать. Некоторые зрительницы, кстати, также мне в комментариях написали, что у них точно такая же модель. У кого-то в белом, у кого-то в черном цвете. Всем нравится. Так что могу смело вам рекомендовать не только от своего имени. И, кстати, покупала я его на Белорис, вы знаете, там сейчас проходят классные вообще скидки, потому что у Белорис день рождения. С 23 по 29 ноября у них будут скидки до 90%, плюс акции всякие с подарками. Еще оставлю вам в описании промокод с дополнительной какой-то скидкой 11% на все, абсолютно без исключений. И еще там будет приятный подарок Белорис бокс за покупку от 4000 рублей. Поэтому пользуйтесь, если вдруг тоже собирались покупать фен, обратите на него внимание. Ссылочку оставлю в описании. В Ашане, конечно, очень много новогоднего декора. Ходишь и глаза прям разбегаются. Но я постаралась поснимать для вас самые интересные украшения. Там огромный выбор елочных игрушек. И шары, и звезды, и елки, и олени, и ангелочки. Не знаешь, за что хвататься. Все такое блестящее, красивое. Конечно же, украшения представлены в разной цветовой гамме. Есть и золото, и серебро, и красный цвет, и синий, и белый, и розовый. В общем, под любой интерьер можно подобрать. Также очень много различных веточек, новогодних венков, мягких игрушек, сувениров и подарочных упаковок. Не знаю, как вы, но я могу часами ходить по магазину, разглядывая новогодний декор. Ты сразу погружаешься в такую волшебную атмосферу, заряжаешься новогодним настроением. В общем, супер. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Теперь мы с вами немножко отвлечемся от новогодних украшений и пробежимся по товарам для дома. Хотя они, конечно, тоже не менее новогодние. Мне очень понравился вот этот розовый плед с бухаромой. Он прям такой мягкий, уютный. Также нашла вот такие банки для хранения супутих продуктов, тоже в новогодней тематике, со снежинками, оленями. Представлены они в трех размерах. Ну и помимо этих банок есть много другой посуды, текстиль с новогодними принтами. Ну а это уже никак не относится к новому году. Просто мне давно нравится этот коврик для ванной комнаты, решила вам его тоже показать. И еще очень понравились плетеные корзины с тканевой вставкой и с такими милыми помпонами. Ну что, я уже вернулась домой. Ребят, сколько же красоты я сегодня накупила. И сейчас, конечно же, вам все покажу. У меня здесь рядом лежит вот такой огромный таз с игрушками, со всякими украшениями. У меня уже руки чешутся. На самом деле, хочу вам все быстрее показать. Но я прям камеру переверну, чтобы прям каждой игрушке уделить отдельное внимание. Что касается цветовой гаммы. Все переигралось, потому что изначально я планировала поставить елку на кухне. Но так как елка большая, то здесь она занимает слишком много места. И было принято решение, что мы поставим елку в комнату. И, соответственно, появилась возможность сделать совершенно другую цветовую гамму. И я очень давно хотела сделать елочку в таких пастельных тонах. И я это сделала. Я купила, знаете, будет серебро, розовый цвет, золото и белый цвет. В общем, очень красивая цветовая гамма. Мне нравится, когда елочки украшают именно в таком цвете. Что касается кухни, здесь все так и остается. Будет красно-золотой декор. Все, что я купила, я все буду использовать. Несмотря на то, что мне писали, что год быка, красный цвет нельзя. Ничего страшного, я в эти приметы не верю. Все будет классно, круто. Просто вот с этими горчичными шторами красный цвет будет лучше сочетаться. И, в общем, здесь будет красно-золотой декор на кухне. А в комнате будут такие пастельные нежные цвета. В общем, сейчас вам все поближе покажу. Вы только посмотрите, сколько здесь всякой красоты. Но начнем мы, наверное, с менее интересных вещей. Это белая мишура. Также я взяла гирлянду на елку. Как обычно, мой любимый белый теплый свет. 120 лампочек, 7,5 метров. Стоила эта гирлянда всего лишь 490 рублей. Мне кажется, отличная цена. И для елки 2,10 метров, сказали, хорошо, должна подойти. Также я взяла бусы. Серебро, розовый цвет и белые бусы. На всякий случай взяла три разных, потому что пока не знаю, что лучше подойдет. Вот. Звезда у нас будет вот такая, серебристая. Вот такой набор шариков. Мне очень понравилось. Они как будто бы, как знаете, снежки. Очень красиво смотрятся. Также я решила взять три вот таких больших розовых шара. Они действительно огромные. Я вот один специально выложила. Вот. Ну и в общем и целом перешли мы к игрушкам. Из больших давайте сначала покажу. Вот такие я взяла диско-шары. Они есть и побольше, и поменьше брала. Больших взяла два. И маленьких, по-моему, тоже два. Где-то они там лежат. Но давайте по порядочку. Не буду долго останавливаться на каждой игрушке. Просто покажу то, что мне понравилось больше всего. Я сдерживала себя, чтобы не скупить весь Ашан. Очень много всяких красивых игрушек. Я даже не знаю, как вам все показать. Так, чтобы не вытаскивать это все из таза. Потому что это все дико сыпется. Все в блестках. Смотрите, какая красивая звезда. Все, кстати, пластиковое. Специально не брала стекло, потому что это у нас все побьется. Вика елку постоянно тормошить будет. Это я сто процентов знаю. Но игрушки, конечно, вообще. Прям уже быстрее хочется елочку нарядить. Такое все красивое. Такое все. Вот это вообще просто. Смотрите, какая красота. Также взяла вот такой вот набор. Здесь как раз больше розовые цвета идут. Я таких взяла, кстати, два. Стоили они по акции 149 или 189 рублей. Тут много шариков, как видите. Также я взяла вот такие вот заснеженные снежинки. Вот такую звезду снежинку взяла. Также вот это очень красивое. В виде шишечки. Я прям вот так вот быстренько-быстренько вам покажу. Потом все на елочке уже увидите, когда мы украсим. Вот такие всякие фигурки взяла. Елочки, какие-то олени, медвежонок вот такой симпатичный тоже будет у нас на елке висеть. Еще хотела взять цветы, которые на крокодильчике крепятся, но их не было в этот раз в Ашане. Вот такой вот шар красивый тоже. Так, что у нас там еще интересненького откопать бы? Тяжело, конечно, это все доставать, потому что, говорю, боюсь, что вот, кстати, диско-шары в маленьком размере еще. Вот такие бантики. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, да, что очень много красивого декора. Я говорю, прям ходишь и хочется просто все-все-все, что там есть. Но, конечно, если скупать все, это встает в копеечку. Новогодние украшения, конечно, лучше копить годами. Потому что если вот так разом идти и все покупать, это выходит небюджетно. Смотрите, какой красивый олень. Тоже очень понравился. Ой, красота! Викушка сегодня из садика придет. Мне кажется, заставит меня прям сегодня эту елку украшать. Потому что, да мне самой, честно говоря, уже не терпится. В общем, ну, вот в общих чертах вам показала. Конечно, не все. Там еще много всего интересного, красивого лежит на дне. Просто тяжело доставать. Так, чтобы не сломать ничего. Грибочки даже, смотрите, какие нашла. Еще вот такой ангелочек. Ну, в общем, я вот сейчас смотрю, и у меня получается больше все-таки белых и серебряных игрушек. Розовых нужно будет, скорее всего, может быть, подкупить. А может быть, и будет достаточно. Не знаю. Возможно, бусы там дополнят. Розовые как раз уже, значит, не буду серебро и белое использовать. В общем, когда уже украшу, пойму, чего не хватает. И если что, всегда можно докупить. Но, в общем и целом, я очень довольна этой закупкой. Прям купила все, что хотела. Мне прям очень нравится. Гирлянда, кстати, тоже уже проверила. Работает все хорошо. Приятный мой любимый теплый белый свет. Вот. Так что скоро с вами будем наводить дома красоту. Украшать дом к Новому году. Ну, и теперь показываю вам нашу елочку-красавицу. Саша вчера ее собрал. Такая вот она красивенькая, пушистенькая. Я веточки поближе покажу. Покупали мы ее в Рич Фэмили. Стоила 15 тысяч рублей. Вот. По поводу названия были вопросы. Вот даже не знаю. Специально оставила бирку. Здесь есть марка. Макс Крисмас. И вот код, могу вам сказать. 266901. Ель новогодний искусственный. Никаких названий у нее нет. Она идет 210 сантиметров. Так что будем ее скоро украшать. И будет у нас такая красотища в комнате. Вообще. Только единственное, елку, конечно, мы, скорее всего, переставим вот в этот угол. И, соответственно, на время новогодних праздников вот этот векушкин уголочек переедет, скорее всего, вот сюда. Стеллаж. Ну, в общем, подумаем. Покрузим, повертим. И как будет лучше смотреться, посмотрим. Конечно, здесь она стоит очень странно. Как-то посередине комнаты перекрывает кроватку. Все-таки мне хочется ее в угол убрать. Ну, в общем, когда будем квартиру украшать, все увидите. Я тут уже принялась за приготовление ужина. Сегодня у нас будет картошечка по-деревенски. И вспомнила, что многие из вас просили меня рассказать о том, как я ее делаю. Рассказать, как получается так, что внутри она мягкая, а снаружи такая румяная, красивая, аппетитная корочка. Значит, смотрите, я промыла картофель. Он у меня уже лежит сухой здесь. Нарезаю его на дольки, вот на такие примерно. Не сильно большие, не сильно маленькие. Складываю в целлофановый пакет. И сейчас в этот целлофановый пакет буду заливать подсолнечное масло, соль, перец. Из специй я добавляю гранулированный чеснок, приправу для картофеля. И в последнее время очень полюбила добавлять вот такой сушеный укроп. Получается очень вкусно. Сейчас я все это добавлю, в пакет завяжу, его вот так сболтаю хорошенько-хорошенько и отправлю в противень. Кстати, много в целлофановый пакет сразу картофель весь не нужно засыпать, чтобы он там хорошенько в этих специях обвалялся. Я лучше потом в другой целлофановый пакет вот эту парчу также сложу, также все это сболтыхаю вместе со специями и уже отправлю в противень. Но сколько по времени это будет запекаться, знаете, всегда по-разному. Когда ты больше, когда ты меньше. Я в описании обязательно подпишу, сколько у меня уйдет времени, при скольких градусах я готовлю. Но обычно это 180 градусов, где-то 40-50 минут. Если вдруг я вижу, что картошка еще не так хорошо подрумянилась, то, конечно, я ставлю чуть побольше. И всегда обязательно готовлю на режиме гриль-конвекция. То есть не просто традиционный режим вверх-вниз, а вот этот. Это гриль с конвекцией. И вот именно на этом режиме я готовлю большинство блюд, потому что и курочка получается всегда с хрустящей такой красивой, вититной корочкой, и картошкой, и остальные блюда. Так что давайте готовить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, картошку я уже выложила в форму, и сейчас буду это все отправлять в духовку. Чтобы картошка подрумянилась со всех сторон, периодически ее помешиваем. Ну все, наша картошечка готова. Посмотрите, какая она получилась. Румяная, аппетитная, красивая. Специи вы можете использовать любые, какие вам больше нравятся. Я вам назвала свои самые любимые. И также я к этой картошке всегда делаю сметанный соус. Что я туда добавляю? Сметану, майонез, соль, перец, гранулированный чеснок и свежий укроп. Получается просто очень вкусно. В сочетании с картошечкой прям вообще бомба. Поэтому обязательно попробуйте. Вот, так что желаю всем приятного аппетита. А теперь, ребят, хочу довольно откровенно с вами поговорить по поводу блогерства, по поводу моего канала, комментариев, рекламы и прочего. Я заранее извиняюсь, если вдруг будет какая-то грубость от меня звучать, если будет слишком как-то все сумбурно. Потому что, на самом деле, мыслей у меня очень много. Много что хочется сказать, ответить комментаторам. Вот, поэтому я извиняюсь заранее. Но если я сейчас не выскажу все эти мысли, я просто с ума сойду. Поэтому, если вам интересно, слушайте. Если неинтересно, то можете выключать, потому что это будет уже, скорее всего, конец влога. С чего вообще этот монолог созрел? Сегодня я получила сообщение, когда как раз ходила за покупками. Мне пришел комментарий от девушки. И причем я не скажу, что это было как-то грубо написано. Наоборот, все предельно культурно, воспитано. Даже меня называли с большой буквы «В» на «Вы». В общем, по сути, все конструктивно, все правильно было написано. И никаких обид не должно было быть. Но меня этот комментарий очень сильно задел. Сейчас объясню, почему. И немножко расскажу вообще, о чем был комментарий. Я уже дословно не помню, но суть ясна будет всем. То есть, как написала девушка? Она написала, что «Таисия, у вас очень красивая кухня, вообще уютная квартира, вы молодец, все такое». Но в последнее время очень много на канале уборки. Ее смотреть неинтересно. Через каждое видео уборка. И что, типа, даже когда видео выходит в рекомендации, я не хочу это смотреть, потому что знаю, что там будет уборка и придется опять перематывать. Почему меня это обидело, почему меня это задело? Сейчас объясню. Меня даже не задел бы комментарий, если бы мне написали, там, «Ты тупая дура» или «Ты страшная, там, идиотка». Вообще нет. Вот такие комментарии меня только веселят, потому что я знаю, что это неправда. У меня с самооценкой все в порядке. Но когда мне пишут какую-то конструктивную критику, я ее воспринимаю. И иногда я действительно обижаюсь, потому что я стараюсь. Я действительно стараюсь, чтобы влоги были более разнообразные, чтобы там была и готовка, и уборка, и какие-то покупки, какие-то обзоры полочек, возможно, какие-то с ребенком там вставочки, да, какие-то болталки, какие-то советы полезные. И очень обидно, когда пишут именно такие комментарии, потому что у меня не бывает видео, где я целый влог убираюсь, прям убираюсь, убираюсь. Вот в последнем влоге была уборка в шкафчиках. Это минута или две из всего влога, то есть из 30 минут практически, или там из 25, я уже не помню. Ну как бы она говорит, ну да, перемотать можно. Ну перемотайте. То есть я же никого не заставляю смотреть свои влоги. Почему нужно об этом писать? Я сама смотрю также влогеров, и если мне что-то неинтересно, я также перематываю. Ну невозможно угодить всем, понимаете, невозможно. Просто кто-то пишет, да, снимай, пожалуйста, почаще, побольше уборку, хочется мотивации от себя, все классно, мы на тебя посмотрим, тоже идем убираться у себя, потому что заряжаемся, мотивируемся. Кто-то пишет, что надоела уборка, не снимай. Я не могу разорваться и снимать отдельно этому человеку, отдельно этому человеку, поэтому я стараюсь как-то по чуть-чуть, вроде вот, чтобы каждому во влоге что-то интересное для себя найти и узнать полезное. И когда пишут вот такие комментарии, я вроде понимаю, что ну да, действительно, уборка может надоесть. Я вам даже больше скажу, я не люблю снимать уборку, потому что это всегда затягивает этот процесс. То есть если я без камеры убираюсь, я убираюсь, ну, в разы быстрее, чем когда ты выставляешь камеру, там, нужный ракурс, ты должна выглядеть нормально, ты должна в нормальную позу встать, а не в какую-нибудь там, в раскорячку убираться. В общем, это все неудобно. Я не люблю снимать уборку, я это делаю только ради вас, ради тех, кто меня это просит делать. И когда мне пишут вот такие комментарии, ну, вот вся мотивация снимать пропадает сразу же. Возможно, я не права, возможно, я там не должна на это обращать внимание, хотя я не могу не обратить внимание, потому что это мои зрители, я должна их уважать. Но меня это не может не обижать, потому что я действительно изо всех сил стараюсь. В общем, знаете, этот монолог не для того, чтобы вы меня сейчас пожалели и сказали, нет, Таечка, все классно, все прекрасно. Нет, вообще этого я не жду, не надо мне об этом писать. Я знаю прекрасно, что у меня есть огромное количество зрителей, которые все любят, каждый кадр смотрят, но есть те, которые хотят вот, ну, только рецепты снимать, да. Но я не могу, не могу всем угодить. Что касается рекламы на канале, пишут тоже, надоел Василек, надоел Фаберлик, сколько можно. Ребята, я блогер, это моя зарплата, это фирма, с которыми я сотрудничаю. И если я не буду сотрудничать ни с кем, я не буду получать зарплату. Соответственно, я буду просто снимать видео и все. Вот так здорово. А кушать я не хочу. Вот, да, вот так вы думаете. То есть, о, здрасте, соседи подъехали. То есть, если я не буду ни с кем сотрудничать, ничего показывать, а что мне тогда во влогах-то показывать? То есть, Василек вам надоел, Фаберлик вам надоел, уборку не снимай, только рецепты. Может быть, тогда оставить только рецепты и снимать кулинарный канал, открыть, точнее, переделать влоговый канал на кулинарный. И будем только рецепты фигачить. И все. Мне тогда же будет проще, на самом деле. Сняла рецепт, озвучила, выложила. Через два денечка опять рецепт. И не надо запариваться, что там еще в этот влог вставлять, понимаете? Не надо там, ой, а как бы вот интереснее сделать, чтобы и то, и то, и то было во влоге. Просто рецепт, вот вам салат, все классно. День работы. Поэтому, мои хорошие. Я не знаю, вроде бы вот все сказала, все, что хотела, все, что думала, потому что сейчас я уже, мне не дадут собраться с мыслями. Но, в общем и целом, я высказала свою позицию. Я не могу всем угодить. Если вас что-то не устраивает, сейчас такое огромное количество блогеров, где вы найдете то, что вам нужно. И не надо писать, что это нужно снимать, это не нужно снимать. Я не могу. Не могу сделать так, чтобы всем все нравилось. Никаких обид ни у меня к вам, ни у вас ко мне быть не должно. Все предельно четко, ясно. Я высказала свою позицию. Надеюсь, вы меня поймете. Всех люблю. Целую, обнимаю. Пока-пока. Увидимся в следующем влоге. Субтитры сделал DimaTorzok